Вести Московского региона на канале Россия сейчас о погоде. В столице сегодня сохранится облачность, ожидается небольшой снег. Днем термометры покажут около 0 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. На эти выходные ожидается небольшое понижение температуры. Вероятность осадков сохранится. Теперь расскажем о пробках. Проблемы на Симферопольском, Новорижском и Ленинградском шоссе. Заторы на севере МКАТа, Дмитровского до Волоколамского шоссе и на юге кольца от Каширского шоссе до улицы Поляны. Медленно движется транспорт на Кутузовском, Мичуринском, Ленинском проспектах и на Профсоюзной улице. Постоять придется на Ярославском, Дмитровском и Варшавском шоссе. Плотность движения 4 балла. Крупная авария произошла на юго-востоке столицы. Поздно вечером на Рязанском проспекте возле дома 61 столкнулись 7 автомобилей. По предварительным данным, сначала в ДТП попали грузовик, внедорожник и легковожка. Через несколько минут в них врезалось еще 4 машины. Один из водителей получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован. Движение транспорта в районе аварии было сильно затруднено. Эксперты и криминалисты изучают газовый баллон, ставший причиной взрыва в вестибюле станции метро Коломенское. На основе их заключений следователи установят виновных в инциденте, который произошел в четверг во время проведения ремонтных работ. По факту взрыва пропана столичное управление СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. Пострадали 8 человек, пятеро из них находятся в больницах, троим помощь оказана на месте. Южный вестибюль станции Коломенское с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию. В новогодние праздники столичные магазины ограничат продажу алкоголя. Торговать как крепкими, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости запретят в местах массовых гуляний. Кроме того, под временный запрет попадут прохладительные напитки в стеклянной таре. Как отметили в департаменте региональной безопасности, ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма. На такси по проездному такую услугу хотят внедрить в столице. Одна из транспортных компаний планирует предложить своим клиентам месячный абонемент, который позволит пользоваться услугами перевозчиков в течение 30 дней. Частота и длительность поездок будет зависеть от внесенной суммы. Как уверяют авторы идеи, подобный способ оплаты будет выгоднее для пассажиров. В пересчете на одну поездку клиент заплатит меньше. Информация для автомобилистов. Движение транспорта на 4-й улице Марьиной Рощи стало односторонним. От первого проезда Марьиной Рощи в сторону 5-го. Это изменение позволит создать более 100 парковочных мест. Ранее односторонней стала и третья улица Марьиной Рощи. Москва сегодня простится с народным артистом РСФСР Вячеславом Шалевичем. Церемония начнется в 10 утра в театре имени Вахтангова, в котором актер прослужил более полувека. Похоронят его на Ваганьковском кладбище. Вячеслав Шалевич сыграл в кино и театре множество ролей. Среди наиболее известных кинофильмов с его участием «Капитанская дочка» от Ритополя на Плющихе, 17 мгновений весны. Скончался актер в минувшую среду на 83-м году жизни. Названы самые популярные у туристов города Подмосковья. Первую тройку возглавили Сергий в посад, Коломна и Серпухов. В десятку также вошли Дмитров, Ногинск, Подольск, Руза, Красногорск, Звенигород и Волоколамск. Рейтинг составлен на основании данных о бронировании отелей в течение этого года. Самым дорогим для туристов городом казался Звенигород, а самым доступным – Подольск. Около 130 башенных кранов украсили праздничной подсветкой. В Подмосковье застройщики поддержали инициативу о создании новогодней атмосферы. Больше всего нарядных кранов в Красногорском, Ленинском районах, а также в городах Домодедово и Химке. К Новому году огнями неоновой иллюминации подсветят порядка 200 единиц строительной техники. Сегодня в подмосковном Наукограде Черноголовка откроют памятник ученым. Это будет один из наиболее масштабных монументов в России, посвященных исследователям. Бронзовые скульптуры основоположнику химической физики и Нобелевскому лауреату Николаю Семенову и физико-химику Федору Дубовицкому установят на главной городской площади. Размер каждой статуи – 4 метра. Средства на создание монументальной композиции собрали сами горожане, ведь Семенов и Дубовицкий считаются основателями Черноголовки. И пока это все, «Утро на канале Россия» продолжается.